Здравствуйте. Я для начала хочу сказать вот что. В 2001 году я взялся за написание философской книги. У меня была своя концепция. Я написал. Но мне было интересно посмотреть, возможно ли приложить то философское знание, которое у меня было, на практике. Я вспомнил по институтским дням, что очень тяжело давалось теория относительности и термодинамика. Почему-то что-то там не понималось. И я решил проверить. И я проверил с точки зрения философии и обнаружил несостоятельность не той теории, но другой. И тогда я взялся за физику и математику. То, что я там изыскал в этом плане, я вам и предлагаю. Сейчас я предлагаю только термодинамику. На всякий случай предлагаю расшифровку символов. Тельф – это термодинамическая энтерпия. Тельф – это температура по шкале Кельвина. Тельф – это термодинамическая температура. Ку – это теплота. Это основные величины. Есть ли дополнительные, потому что мы этими только не сумеем. У – это внутренняя энергия тела или системы. В – это работа. С – теплой емкость тела. Удельная или полная. Здесь так и так бывает. М – это масса тела. Ну, Д – это дифференциал, математический термин. Дельта – это тоже математический термин. Полные превращения. Ну, думаю, этого достаточно будет. Значит, у нас есть три закона термодинамики. Вот первый закон. Превращение внутренней энергии тела или системы. Тел детерминируется превращением теплоты или работы. Вот эта форма. Значит, я не собираюсь заниматься здесь работой, потому что она, ну, в данном случае, неинтересна. Мы будем говорить чисто о теплоте. Поэтому В у нас вот сейчас не было и больше не появится. Значит, поэтому мы будем смотреть, ну, сделаем вывод, что полное внутренняя энергия определяется у нас вот этой формулой. У равняется ку плюс дельта ку. Никаких сложностей, в принципе, здесь нет. Но почему-то термодинамика считается самой сложной дисциплиной, насколько я помню по курсу института. Значит, ну вот, я предлагаю для начала обратиться к Фильману своей лекции на эту тему. Вот он пишет. Теперь нам ясно, что если у нас имеются две машины, из-за выход на работе в этой перефазе температур Т1 и 1 градус, а другая Т2 и 1 градус, и у меня не выделяет по единичной температуре одинаковое количество тепла, то поглощаемое ими тепло должно удовлетворять соотношению. Вот этому соотношению. Ку1 деленное на Т1 равняется ку-2 деленное на Т2 и равняется это С. С, это и есть наша интерактива. Но это означает, что если какая-нибудь обративная машина поглощает тепло ку-1 при температуре Т1, а выделяет тепло ку-2 при температуре Т2, соотношение ку-1 к Т1 равняется отношению ку-2 к Т2. Это справедливо для любой обративной машины. Все, что будет дальше, содержится в этом соотношении. Ведь это центр термодинамической науки. Но если это все, что есть в термодинамике, то почему я считаю, в какой трудной науке, задает вопрос Фейнам. Значит, здесь трудности нет. Все это понятно, и никаких возражений быть не может. Но обратимся к математике. Для того, чтобы понять, чем-то энтеропия станет максимальной, надо исследовать предположенную зависимость. Вот, пожалуйста, ДС равняется с Т2 деленное на Т. Значит, ну, это вот такой вариант написания формулы дифференциальной. Вот, в интегральном виде, спасибо, мне подсказали, куда. Вот, в интегральном виде формула выглядит вот таким образом. Дельта С равняется С2 минус С1 и равняется интегралу от точки 1 до точки 2, Ду деленное на Т. Значит, самое интересное, из-за чего. Значит, формулы 3 и 4 на диапазоне откликуются, что все, абсолютно все превращения теплоты расходуются на превращение энтропии. То есть температура не поднимается. Мы подводим порции тепла, а температура не растет. Значит, как Фейнман говорил, при перепаде температур Т1 и 1 градус, а другая Т2 и 1 градус. Значит, температура практически должна оставаться одной и той же. Значит, этот режим называется кважистатическим. То есть, ну, как бы статическим. Значит, и вот, что интересно, что такого, в принципе, быть не может. Потому что, как это так? Мы подводим температуру, а теплоту, а температуры нет. Ладно, пошли. Значит, что в конце концов мы видим? Значит, это выражение совершенно алогично. Для наглядности формулы 3 можно переписать совсем в другом виде. ДС равняется ДКУ, деленное на Т равняется констанцией. Все равно что не изменяется, согласно установкам термодинамики. Вот на этом смешном выражении, как на фундаменте и выстроенном здании термодинамики. Такая логика напоминает Акурию Зелона, об искомногом Ахиллесе и неторопливой черепахе. Ну, предположим, что Ахиллес бежит 10 раз быстрее черепахи. А на момент старта он находится позади черепахи на 100 шагов. Пока он преодолеет эту тысячу шагов, черепаха преодолеет 100 шагов. И так не бесконечности. В результате в основном Ахиллес никогда не догонят гидротневую черепаху. И мы тоже будем подводить постоянно теплоту, но температура расти не будет. Это такой же абсурд, как и Акурия Зелона. Собственно, я вовсе даже не против того самого цвета, который был предложен инженерам корму. Изотермический процесс при подводе теплоты достигается за счет изменения объема. Здесь все логично, все правильно. Но если объем у нас постоянный, изотермический процесс невозможен в принципе. Ну, в общем-то, мы должны сделать вывод. В клазистатическом режиме любое количество теплоты, подводимое к любому телу, не способно повысить температуру этого тела. Иными словами, появляется обвертка, в которую можно стебить всю энергию силы. Можно сказать, что в этом месте доказана несостоятельность понятия энтропия. Потому что клазистатический режим, порождением которого и является это понятие, находится в контратекторных отношениях к законам сохранения энергии. Здесь в качестве примера, иллюстрирующего, как мы строим формулы, мы предложим интершенную трактовку закона Ома. То есть, предположим, что нам удалось организовать такой идеальный режим, при котором все изменения напряжения создают превращение только исключительно сопротивления резистора, являющегося в нормальных условиях постоянно выглядеть. Это будет вот так. ДР равняется ДУ, деленная на И равняется константой. Ну, если вы понимаете, что это в электричестве, то вам, наверное, это будет смешно. Для неэлектриков есть возможность, ну, попроще, например, как думать, что собой представляет число ПИ. Разумеется, отношение длины окружности к диаметру. А стало быть в клазистатическом режиме, то есть мы настолько медленно и такими мелкими порциями наращиваем длину окружности, что система все время остается в состоянии равновесия. Разумеется, диаметр остается без изменения от Д до Д, а вот ПИ можно было бы довести до бесконечности. Ну, конечно, если отсюда выдержат такие перекуски. Вот эта формула. ДВ равняется Д, деленная на Д равняется константой. Но можно придумать и еще более забавный пример. Ну, вот, все знают, что такое движение. Я предлагаю построить формулу таким же образом. И у нас получится ДВ равняется Д, С, деленная на Д равняется константой. Вот здесь уже гротеск, наверное, доступен абсолютно всем. Остановить время невозможно. Не иначе, повторяю, построены связи и между энтропией, теплотой и температурой. То есть, как бы мы не растягивали процесс от времени, но любое превращение тепла обязано отчаше и непосредственно вызвать превращение температуры. Только температура, ничего другого, кроме температуры. Я хочу сказать вот, что с точки зрения философии, но все, наверное, помнят это дело, существует количество, качество и мера. Так вот, в нормальных условиях, то есть, должна была бы быть мерой. Но почему-то Аклаузиус предложил в качестве меры использовать температуру. Именно в базискатическом режиме. И поэтому у нас получается мера на постоянное. А все нагрузки ложатся на инициативу. Значит, ну, кроме первого начала термодинамики, о котором уже было сказано, существуют какие-то начала термодинамики. Выглядит оно вот таким образом. Предел тест, значит, при тест, стремящемся к нулю, равняется нулю. Если же Нерст прав, то, очевидно, справедливая, кажется, и обратная формула. Предел температуры при энтропии, стремящемся к максимуму, равняется максимуму. Так вот, если руководствоваться формулой Нерста, то следует признать, что с ростом энтропии температура должна повышаться. И наоборот. Собственно, отсюда, да, из утверждения, будто эта энтропия не умеет убывать, что будет исследовано несколько ниже, и вытекает в том и жутко, которое в течение последних полутора-ста лет указано человечество. Да-да, я имею в виду пресловутую тепловую смерть. Однако вот незадача. Теорема Нерстка несколько не согласовывается с формулами 2, 3, 4 и 5. В самом деле, для того, чтобы предел Нерстка согласовывался с обначенными формулами, зависимость между ними, между температурой и энтропии, в последних, должна быть прямо пропорциональна. Однако пропорциональность не обратная. Для иллюстрации повторяю. А ДС равняется ДКу, деленное на ТС. Как говорили древние римляне, он секретурен, не вытекает. А вот между энтропией и тепловой, зависимость прямая. Как видим из формулы 5, ясно, что при стремлении температуры к нулю, энтропия устремляется к бесконечности. То есть предел, что следовало бы оформить несколько иначе. Скажем, вот так. Предел, при стремлении температуры к нулю, стремится к бесконечности. И тогда хотя бы одной проблемой в термодинамике стало меньше. Значит, Егор подсказал мне, что при стремлении температуры к нулю к нулю же устремляется и теплота. И тут возражать не приходится. Потому что в таком случае энтропия будет стремиться к неопределенности 0, к неопределенности 0 на 0. Впрочем, к этой теме вернемся нескольких, чем больше. Сейчас мы подошли к самому интересному моменту. К тому моменту, когда мы займемся вторым началом термодинамики. Это самое интересное начало всей науки. Для того, чтобы понять, что и чему, рассмотрим любой теплообменный процесс. Итак, представим себе систему двух тел. Но по условию начальной температуры их оказываются различными. Например, бросим кубик льда в стакан с коктейлем. Естественно, начальная температура коктейля могла поравняться, скажем, Т1, а температура льда Т2. И еще одна тонкость. Сколько тепла для такого утра на коктейле, столько же и не для льда. Это естественно. В общем, для приготовления коктейля классическая термодинамика полагает справедливость в следующем выражении. ДС равняется С2 минус С1, равняется, ну, раскрываем С2 и С1. ДКу, деленное на С2, минус ДКу, деленное на С1, ну и дальше 3-2. Это и есть это самое знаменитое второе начало термодинамики. Оно пугает нас обязательно при вращении антрофии при любых необратимых теплообменных процессах. В термодинамике при нен-катах, высшая температура всегда имеет индекс 1, а низшая 2. Заметим, если процесс является обратимым, то всегда будет справедливым такое разница. Т1 равняется Т2, равняется Т3. И, естественно, при вращении антрофии окажется в 0. Если же процесс не обратим, то по условию верным, явится следующее соотношение между температурами. Т1 больше Т2. Следовательно, Дельта-С при необратимом процессе будет всегда положительным. А это значит, что наша антрофия получает положительное превращение Дельта-С. Дело в том, что Дельта-Ку, оно всегда положительное. Оно всегда переходит от тела более горячего к телу более холодного. И поэтому получается всегда положительное Дельта-С. То есть, значит, Дельта-С возрастает. То есть, С возрастает. Таким образом, возможно, отметить еще один интересный момент. Общее количество антрофии убывать не умеет. В лучшем случае оно не изменяется. То есть, антрофия может и не убывать, а вставать на том же самом уровне преобразимых процессов. Но необратимые процессы способны только повышать его величину. Мы особенно подчеркиваем, формула имеет в виду не собственную антрофию, но ее превращение. То есть, разговор ведется о том, какая порция, в данном случае не как пели, а антрофии, добавилась к тому, что уже имелась. Это ясно из формулы. С2 является той самой антрофией, которая была приходована на нашу веку в календаре. А С1 – это та антрофия, которая была отдана календаре. Хотелось бы понять, для чего, выражаясь языком бухгалтера, общая антрофия стала простой. Иными словами, интересного запятства дождались эти самые излишки, которые обозначены с нолом. Из данной формулы следует очень странный вывод. Антрофия повышается лишь потому, что имеет место просто теплопередачу. Это не мой вывод. На том стоит классическая термодинамика. Так уж получилось, что, ознакомившись с курсом термодинамики по учебнику Фейнмана, я заметил странное положение. Исследуется та антрофия, которая отдается более горячим телом. Определяется антрофия, приобретаемая более холодным телом. Высчитывается разность между этими антрофиями. И говорится, что последнее, если что иное, превращение к этой антрофии, к той антрофии, которая имелась. Но странное дело, нигде ни полслова я не обнаружил. Ни от той антрофии, которая была до того, ни от той, которая стала после того. То есть, мне интересно, каким образом, каковое превращение отражается на отношении собственной антипотой тела, обусловившей внутреннюю энергию и его температурой. Я решил разобраться с обозначенной проблемой. И потому попробуем усугубить условия. Предположим, тот самый термодин приготовился нами в термостатическом помещении. И вот, зная, что наши пропоненты приготовили нам ловушку с этой самой антрофией, мы предлагаем следующие инновации. И запомним следующую табличку. Значит, ну, тут, я думаю, не надо, наверное, рассказывать про эту табличку. Смысла нет. Просто здесь все видно. Дальше делаются элементарные вычисления. Мы вот смотрим собственную энергию, скажем, ингредиент коктейля. Смотрим термостатик, ну и так далее, и так далее. И в конце концов у нас получается вот такое уравнение. У полученной смеси уже будет своя масса, своя температура и своя теплоемкость. И, разумеется, мы можем зафиксировать это следующим образом. Я не думаю, что об этом всем нужно рассказывать, а вот, ну, желающие могут посмотреть, я, наверное, пропущу просто. Смысл нет. Вот здесь уже интереснее. Как видим, общее количество теплоты не изменилось. Если не изменилось общее количество теплоты, ну, вот, и температура тоже у нас не меняется. И когда мы отнесем теплоту, ну, вернее, внутреннюю энергию отнесем к температуре, то у нас получится СТ1, то есть энтропия, та, которая была общая до процесса теплообмена, равняется энтропии, которая получилась после процесса теплообмена. То есть это все легко считается. Но второе начало термодинамики утверждает, что энтропия в результате теплообменного процесса не облашилась без превращения. Ну, вот я и спрашиваю, где же оно без превращения? Стоило из теплили, и его не оказалось. Но ведь и в термостатическом помещении оно не обнаружено. Однако где-то же оно должно быть, или все-таки не должно. Что ж, еще не было чем. Ну, мы можем взять и усугубить опыт. Например, мы можем считать, что в нашем распоряжении находятся три тела, обладающие одинаковой массой и теплоемкостью, но по нашему условию температуры их не равны. Для простоты примем следующие условия. вот здесь, это понятно, легче будет. Т2 равняется 2, Т1. Т3 равняется 3, Т1. И вот заставляем вот такую термостатическую. Потом вспоминаем формулу 16, что значит формула 16. Вот она формула 16. Сейчас у нас здесь. Сейчас, секундочку. вот она 16 формула. Вот эту же формулу вспоминаем, и у нас получится абсолютно такая же штука. Такая же система вычисления. И в результате мы приходим к тому же выводу, что дельта S равняется S2-S1 и равняется 2. И все же второе начало термодинамики подтверждает, что превращение энтропии места имеет. Что ж, тем хуже для второго начала термодинамики. Физика, как мы здесь убедились с ним, не согласна категорически. Извините, классическая термодинамика подтверждает еще одно интересное положение. Максимально возможная энтропия может иметь место только в равновесном состоянии, то есть тогда, когда температура всех тел, входящих в замкнутую систему, уравняется. Иными словами, максимальная энтропия присуща только системам, в которых естественный теплообмен уже невозможен. Ну и здесь, как мы это продемонстрировали, физика остается при своем мнении. Мне кажется, что в данном случае для наглядности необходим пример, построенный в соответствии с логикой второго начала термодинамики. Дело в том, что я показывал, когда говорил об энтропии, показывал неправильную логику, закон Кома вспоминал, круг вспоминал. Именно таким же образом я сейчас это построю в другой мире. Предположим, я еду на своей атех в Астралии, а на обочине стоит месяц. И вот предположим, что он останавливает меня и просит отлить пять литров кинзина. Предположим, что у меня на банковской карте находится 5200 рублей. Это у меня тогда такая пинзия была. А на банковской карте Нового Русского целый миллион. И вот я отливаю ему просимые пять титров. Что происходит? Если отнести эти литры деньгам, которые у нас есть на картах, то получится вот такая формула. Дельта, ну это просто дельта, равняется 5, деленное на 5,2, минус 5, деленное на 1000. Ну, я предложил, для того, чтобы не мучиться, расчет делается не в рублях, а в 1000 рублей. Поэтому мы здесь сокращим немножко. Вот. Делаем расчет и получаем вот такую величину. То есть у нас получается излишек. Я отдал ему деленное на 5,2, а он получил 5000. То есть я ему дал больше, чем он взял. Значит, возникает разница. Вполне очевидно, что максимальные величины, это самое дельта, достигает тогда, когда приближается дата начисления дельтей. Но здесь мы проигнорировали принцип относительности. Дело в том, что можно построить и по-другому. Дельта, ну, можно вот так. То есть отнимаем от того, что он взял, то, что я дал. Ну, и в конце концов получится то же самое выражение, только со знаком низа. Значит, дело в том, что оба выражения с точки зрения математики совершенно равноправны. Но Клаузинс сказал, что энтропия должна быть тройка, вернее, превращение энтропии должна быть тройка положительной. Ну, вот видите, математика с ним немножко не согласна. Значит, что с собой представляет вот эта вот разность, куда ее можно пристроить? Вы думаете, что это открытие? Нет, это не открытие. Просто была вот такая формула, была использована, был использован такой алгоритм, ну, и в конце концов мы получили то, что мы получили. То есть наша дельта имеет место не потому, что осуществляется процесс перемещения бензина из бензобака в бензобак, а потому, что мы воспользовались именно этим конкретным. И знак приозначенной этой дельтой зависит от нашего выбора, от того, с какой ноги мы устали от этого лучше. В общем, формула так построена. Дальше и совсем просто. Оно очевидно и школьникам знаком со всеми четырьмя арифметическими действиями. Отношения некой величины к глубинам заведомо неравным между собой всегда будут разные. То есть в любом случае разность между ними нулевой не окажется. Посему следовало бы задумать какой физический смысл процесса описываемый подобным алгоритмом. А какой физический смысл процесса описываемый подобным алгоритмом. Иными словами, что мы можем получить выполнить исследуемое впечатление. Что касается нашего примера, то в процедуре участвовал бензин. Мы же намеренно подменили действо сравнением отношений этого самого бензина к толщине к шильгу к лапе всех автомобилей. Но процесса описываемого нашей формулой в природе не существует. Он абстрактен. Хотя это настолько очевидно, что возразить правослово просто нечего. Не иначе и в термодинамике. Мы исследуем процесс теплообмена. Однако разговор в конце концов почему-то сводится к обмену с энтракиями. Абсурд очевиден. То есть с позиции математики все верно. И именно математика нам подсказывает происходит то, чего быть не должно. Безнадержное превращение энтракии никакого физического объяснения не имеет. В общем, в связи с этим мы решили внести свою ленту в термодинамику. Энтракия нарастает не потому, что имеет место этот теплообменный процесс, а потому, именно потому и лишь только потому, что имеет место процесс применения формулы, выражающей второе начало термодинамики. Энтракия штука, как нами уже говорилось, выше абстрактная и алгебра абстрактная. По своей сути формула это своего рода черный ящик. Имеется вход и имеется выход. Можно сказать и иначе. Формула представляет собой обработчик данных. А результат обязан соответствовать алгоритму. Так чему же мы здесь удивляемся? Все закономерно, что последний, то и ждать и ждать приходится. И потому к созданию алгоритма подходить надо не то, чтобы бережно, а как-то аккуратно. И тогда все будет в своем состоянии. В общем, мы стоим на том, что закон сохранения вещества и энергии распространяется на все мыслимые и немыслимые системы. Не нужно забывать и о том, что и философия грунтует против злощастного детища. Плава и вза. Изменение количества может повлиять за собой модификацию качества, но никак не трансформацию нет. Но возможно рассмотреть проблему из позиций чисто логических. Именно это мы и выполнили с надпиодбензином нового ручства. Значит, второе начало термодинамики содержит логические ошибки. Видимо, мы обязаны отреагировать на просто термодинамика раздел физики. И потому все процессы ее рассматриваемые. Надо осознать это физически. Вот и осознать. Видимо, здесь надо припомнить историю. Инженер Карбок предложил физико-кармический процесс. Никаких физических законов повторяя не нарушил. Его схемы превращения тепла полностью компенсировались изменениями объема. А диалетик пошел несколько далее, развивая предшественника и распространил идею приращения теплоты без увеличения температуры на все теплообъемные процессы, если им организовать квазистатический режим. Позже это положение получило дальнейшее развитие. Квазистатика оказалась не так уж преобязательной, как утверждалась от самоосновательной. И в результате миром было явлено для ТС угрожающее и беспощадное. Итак, недомерие ко второму началу термодинамики мы выражаем с позиции математики, логики, физики, законного сохранения энергии вещества из точки зрения философии. Надо заметить, что некоторые детали в наших рассуждениях нуждаются в дополнительных комментариях. Так, видимо, следует дать одно частное пояснение. Дело в том, что нам желательно рассмотреть такое понятие, как внутренняя энергия. Какой смысл заложен в этот термин. Дело в том, что подводимая к телу теплота приводит к изменению температуры последнего, и зависимость такая и свежая. Это уравняется С на разность температур последующей и предыдущей. Вот мы подвели несколько объем тепла к телу, а потом еще и опять. В результате же общее количество тепла этого тела увеличилось, вызывая рост температуры. Но зададимся вопросом, а можно ли подсчитать ту теплоту, которая наличит у исследованного тела в данный момент времени? Разумеется, таковая возможность у нас имеется. Если в качестве начальной температуры иметь в виду 0 градусов Кельвина, термодинамическая шкала, а в качестве конечной, фактически, взятую в той же размерности, то наша формула приобретет кетое синий. У равняется С, М, умноженное на Т, минус 0, и равняется ЦНТ. Внутренняя энергия тела это то самое количество теплоты, которое обусловливает его фактическую температуру в данный момент времени. Следовательно, определить внутреннюю температуру тела относительно нулевой отметки по скале Кельвины не так уж сложно. Понятно, что теплоемкость у нас в каком-то смысле является функцией температуры, то есть она несколько плавает. Но для наших общих рассуждений это совершенно никакого значения не имеет. И все же. Если мы сумели определить собственную теплоту относительно нулевой отметки по скале Кельвина, то нельзя ли то же самое проделать и с энтропией. То есть очень уж интересно пощупать абсолютную энтропию, ту, которая существует реально. Возможно ли это? Полагаем, что да, возможно. Надо формулу 2 поставить значение формулы 22 с учетом того, что начальная температура равна 0. И тогда у нас получится вот что. Абсолютная энтропия равна отношению теплоты в температуре равняется T минус 0 деленное на T и равняется CMT деленное на T. То есть CM в конце концов. C это удельная в данном случае удельная теплоемкость. Здесь мы можем рассмотреть более общий вид. То есть мы можем взять не удельную теплоемкость, а общую теплоемкость. И тогда мы вместо CM напишем просто CM. И в конце концов мы замечаем, что абсолютная энтропия равняется теплоемкости к Т. Самое интересное и размерность та же самая. Джон деленный на Кенни. И все же дело в том, что я занимаюсь философией, привык рассматривать проблему со многих сторон. Потому что когда рассматриваешь с одной стороны, у вас имеется вероятность ошибки. Как вы видели, я и с точки зрения математики рассматривал, с точки зрения физики, с точки зрения логики, философии. То есть везде одна и та же картина. Вот и здесь я продолжаю рассматривать задачи. С другой стороны. Политехнический словарь предлагает трактовку теплоемкости. я не буду останавливаться, что к чему и так. Самое главное нас интересует формула. Теплоемкость равна отношению DQ по DT. А теперь вспомним ту самую формулу, которая в данном разделе значится под номером 3. Dx равняется DQ. DQ деленное на 5. То есть интересно получается. Все превращения в формуле 25 ориентированы температуре, превращения при подведении тепла. А в формуле 3 все превращения тепла ориентированы только энтропии. то есть у нас растет только энтропия. Значит это в общем-то странно. Ну ладно. Если режим оказывается в ну здесь все это я уже сказал. Не может быть такого, чтобы при соблюдении одних и тех же условий в одно и то же время превращение некой величины вызывало превращение либо другой величины, либо третьей. Разумеется, можно говорить о том, что формула 25 описывает политропный режим. Политропный это при постоянном теплоемкости, а формула 3 изотермические при постоянной температуре. Однако к чему нам это словодудие? Здесь имеется еще одна мелочь. В формуле 3 почему-то отсутствует теплоемкость, а в формуле 25 нет энтропии. Интересно было бы знать, а каковы причины вот такой чехарды? В общем, учитывая соотношение 24, мы справимся с следующим. Абсолютная энтропия системы, будучи численно равной теплоемкости к этой же системе, практически не зависит ни от теплоты, ни от температуры. Она является той самой мерой, какова ее вляпывает превращение теплоты, подводимая к данной системе, с вызываемым им превращением температуры этой же системы. обосновывая выше, приведенный депресс численно, мы решили сделать соответствующие расчеты в Экселе для наглядности. Если отпустить температуру и добавлять тепло, то абсолютная энтропия никоим образом не изменится. ну и так лучше. Собственно, между теплотой и температурой находится только произведение массы на удивленной теплоемкой. Чего же еще можно было бы ожидать? И все же вдруг среди наших слушателей оказался один по маневирующим. Так для него стала предлагается следующая облачка. Вот здесь теплоемкость, масса, температура, теплота, ну здесь масса на теплоемкость произведения, ну и наша любимая энтропия. Я думаю, что здесь числа очевидны. Замечаете, у нас С остается постоянно в месте, М постоянным, произведение ЦНМ везде постоянное и С везде постоянное. У нас меняется только температура и только теплота. Ну, наверное, нет смысла дальше говорить об этом. Вот, значит, это ну, еще здесь, наверное, вот, что надо бы сказать. В фалистатическом режиме, если мы следуем внимательно, теплоемкость тел, участвующих в теплообменном процессе, равняется бесконечности. Если она равняется бесконечности, то можно туда цедить всю энергию Вселенной. Но никогда этого не смог позитировать. Следствие отсюда мог бы вывести школьник. Энергии всего материального мира не достанет для нагрева любого элемента этого мира хотя бы на градус. Вот каково могущество фалистатического режима. Собственно, просчеты легче всего выявлять именно таковым методом, называемым редукцией от обсуждений, доведения до милейкости. можно было бы еще табличку, на этом не бог снимет всеми нашими вычислениями таблицами рассуждения. Но ведь любой исследователь мог бы написать для вот эти три выражения. d равняется dq деленное на t, предел энтропии при температуре с теми равняется 0, и c равняется dq dt. Так вот, самое интересное, что каждая из этих формул обязательно противоречит двух другим. насчет лимита я уже говорил, а насчет c и ds, насчет третьей и двадцатой разобрались. То есть, хотя бы две из них не вернулись. Но ведь на этих трех формулах, как на трех китах, выстроено создание термодинамики. Давайте еще раз посмотрим формулу пятнадцатой. То есть, просто отличемся от лимитического обозрения и проанализируем все самостоятельно. Ну, я повторяю здесь эту формулу, которую мы уже вместе рассматриваем. На первый взгляд, нам предлагается разность энтропии. Какие энтропии? Если обратить внимание на деку, то может создаться впечатление, будто бы тех, что имеют место постфактум в результате процесса теплообменов. Собственно, так и полагают классики термодинамики в течение последних полутора веков. Но верно ли это? Попробуем усомниться. Мы можем говорить о теплообменов, которая была отдана одним телом другому. Но можно беседовать и о потенции этого процесса. Что имеет в виду формула? Обратим внимание и на температуру К1 и К2. А не уж точно, простите за неологизм, а факту. То есть, до того, как. Если бы исследуемое выражение разумевало время после того, то необходимо присутствовали бы температуры резюнтирующие, но их нет. Следовательно, нет и возможности говорить о теплопередаче как по совершившимся для фактов. Но в таком случае беседовать на приращении энтропии, имеющей место в результате теплопередачи без смысла. Нам могут возразить, но приращение энтропии этой формулы всего лишь прогнозируется. Может быть, может быть. Давайте посмотрим на результат. Допустим, что мы готовим тот самый коктейль. Чем закончится процесс? Правильно, температура пускакальница. Вот и зафектируем то, что получилось в результате. А в результате у нас получилось, что ds равняется n. Значит, не то, что постфактум показывает нам формула 15. Разумеется, невозможно отнять у некого объекта нечто, принадлежащее другому объекту. И почему никто не отнимает от энтропии 2, энтропию 1. Как известно, знак нему стереотирирует не только и не просто вычитает. Кроме обозначения или физического действия он является оператором сравнения двух величий. То есть формула 15 сравнивает энтропии, фиксируемые именно до начала процесса в момент времени c с минусом. Ну, я не знаю, я, в общем-то, энергетик по профессии и электрик. У нас есть такое понятие, как переходные процессы. И для того, чтобы легче оперировать временем, у нас есть такое понятие, как c с минусом точка времени c с минусом. Это, грубо говоря, замгновение до начала процесса. Ну, вот здесь я применил этот пример. Что же, мы обретем в результате этого сравнения? Либо равенство, либо неравенство. Какие-то странно, ДС вовсе не демонстрирует превращение, она лишь иллюстрирует имеющиеся разницы. Просто для наглядности. Взвесим двух блокбинок и зафиксируем их массы М1 и М2. Сравним эти массы. Дельта М равняется М1 минус М2. О чем говорит наша Дельта М? Только о разнице масс блондина. Похудела ли от этой процедуры одна или вторая поправилась? Ничего. Изменилась ли мировая масса этого сравнения? Вроде как нет. Не иначе и с энтропиями во втором начале термодинамики. Но можно скормить блондинки пирожные, скажем, той, которая под номером 1. И тогда получится вот что. Дельта М равняется М1 минус М1 1. То есть масса блондинки возрастет на дельта М. Можно то же самое проделать теплотой и температурой. Начальные и конечные получить результат. Дельта К равняется Т1 деленное на Т1 минус Т2 и равняется С. Ну да, мы определили теплоемкость. А вы чего ожидали? Какого же иного? Можно выразиться вот так. Контропия, задействованная во втором начале термодинамики суть потенциальные характеристики участников теплообменного процесса. Ненулевое значение Дельта подразумевает возможность теплового обмена. Но если это единственная польза от уравнения выражающая второе начало термодинамики, то надо позаметить, что в качестве потенциальных характеристик могут быть не меньше успеха использованы температуры тела. Равность температуры является необходимым условием для процесса теплового обмена. И все. Ничто не берется ниоткуда. Никто ни у кого ничего не отнимает и никому ничего не отдает, кроме теплоты, разумеется. Результат сравнения очевиден. Кутовой тел, участвующий в теплообменном процессе, у которого температура ниже антропии на момент начала процесса всегда будет выше. И еще мелочко. Температура не является характеристикой теплоты. Температура имманентна не только физическому телу. Космическая пустота тоже тело, просто оно иное. И потому отношение отдаваемой теплоты в температуре тела донора или принимаемой в температуре тела реципиента смысла не имеет. Впрочем, вот и последний гвоздь угроб антропии. Представляем себе любое физическое тело и осладим его мысленно до 0 градусов по 7 минут. Эксперимент повторяем мы и потому ему ничто помешать не может. И вот лежит это тело не имеющее в себе ни чуть-чуть тепла и ни чуть-чуть температуры. Чему равняется его антропия? Ясное дело неопределенность и 0 деленная на 0. Прекрасно. А теперь подведем к этому телу любую дозу тепла при ненулевой температуре по шкале Кельвина. Ну, эту формулу мы уже знаем, 15-я формула, мы ее просто подставляем значение. И у нас получается Т2 равняется нулю, Т1 равняется единице. Вот. И вот получается вот такое выражение. Бесконечность минус дельта Ку, деленная на единицу, ну и равняется все это бесконечности. То есть в конце концов получилась бесконечная энтропия. Значит, неправда у нее. При около нулевой температуре энтропия может оказаться бесконечной. Вы помните когда мы рассматривали третье начало термодинамики, вот там как раз договорилось об этом деле. Что же получилось в итоге? Да ничего. Ниже будет предложена формула 46, которая продемонстрирует, что бесконечности можно избежать. Неконкретная температура, неабстрактная энтропия при теплообменных процессах не передаются, ибо они являются свойствами тела. Ну, в общем-то, подробности нельзя. В теплообменных процессах происходит только исключительно перераспределение теплоты. И она, эта теплота, непосредственно изменяя свойства тел, вызывает изменение температуры. Ну, а теперь вот что. Когда-то я вывел вот такую формулу для того, чтобы подсчитать общую температуру тел, участвующих в теплообменном, ну, вообще, присутствующих хотя бы, в каком-то процессе. Но самое неприятное для меня заключалось в том, что где-то года через два я залез в любимый свой право сетчуте и нашел там эту формулу и ее вывел Рихман. Все, наверное, знают присутствующее правило Рихмана. Но я его тоже вывел. Разговор не об этом. Просто нам оно сейчас пригодится. Значит, мы можем выяснить с помощью вот этого правила Рихмана, мы можем выяснить теплоту любого тела, которое находится в системе. Вот по этой формуле. Я думаю, что разрыв этих не надо. Почему я вообще взял эти формулы сейчас? Нам в дальнейшем понадобится обязательно подтвердить одно положение вытекающее из второго начала термодинамики. Мы потом в конце концов должны будем поговорить о том, что тепло не может переходить от тела более холодного к телу более горячего. Из-за этого эта формула здесь идет. Оно и просто рассматривает. Вот здесь интересно как раз. Дело в том, что кто-то может задать вопрос, а какова же энтропия Вселенной? Оказывается, совершенно несложно подсчитать всю энтропию Вселенной. Для этого нужно просто пансумировать удельные теплоемкости, помноженные на массу. Вот и все. И у нас получится в общем. Абсолютная энтропия является величиной равной сумме произведений масс-элементов термодинамической системы на их отдельной теплоемкости. Ну, в общем-то, да, мы опять говорим о теплоемкости. Осталось немножко. Вот как раз та самая формула, о которой я говорил. Дело в том, что используя правила рифмана, мы можем доказать, зафиксировать невозможность передачи тепла от тел более холодных к тела более горячих. Вот эта формула. Значит, здесь, смотрите, температура не может выходить до крайних точений тел, которые участвуют в процессе теплообмена. Вот, собственно, это даже получилось лучше, потому что во втором начале там оперировалось всего двумя объектами. Здесь мы оперировали множеством объектов. То есть это более общая формула и она лучше. Так. А вот теперь интересно вот что. наверное всем слушателям интересно, а почему же запрещено достижение абсолютного от нуля от тела. Ну вот мы выше немножечко разобрались. Оказывается у нас энтрофия неопределенности находится. Вот типа 0 деленное на 0. Но мы можем решить эту проблему очень просто. Для начала посмотрим. вот формула та же самая формула. Только мы использовали шкалу Цельсия. И у нас получается все хорошо. Но вот как раз тот момент, когда температура равняет нулю, у нас начинаются проблемы с электрактикой. Но заметим, что это не тот муть, который при температуре по шкале Кельнина. Можно? Так, здесь у меня ошибки. Значит, здесь наверное реанюр у меня должен был быть. здесь я ошибся, что он неправильно помнит. что. Так вот, значит, здесь то же самое по шкале реанюра. Здесь по шкале Фаренгейта. И везде мы замечаем, что в момент когда температура равняется нулю, энтропия оказывается неопределенной. Так вот, дело в том, что все это получается потому, что у каждой системы счисления есть своя нулевая отметка. Я поэтому предлагаю самый простой вариант. Я предлагаю новую шкалу температуры, которая будет примерно около 300 градусов минус 300 градусов по шкале Цельсия. Это будет нулевая отметка. И тогда у нас получается, что нуле по Кельвину у нас получится знаменатель ненулевую вот в этой форме. Ну вот таким образом можно решить эту проблему. И все оказывается нормально. И никаких у нас бесконечностей, никаких неопределенностей. Ну вот собственно и все. Спасибо за